Добрый день! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания, в которой вы можете купить качественные запчасти из Европы и Соединённых Штатов. Вы просили, мы разбираем BMW M47. Он выпускался с 1998 по 2007 год. Помимо BMW его ставили на Rover 75 и его клон MGZT, а также на Land Rover Freelander. Первые двигатели M47 с мощностью от 115 до 136 лошадиных сил оснащались топливной системой с распределительным топливным насосом. Такой вариант двигателя встречается на BMW E46 320D, E46 318D, а также на рестайлинговой «пятёрке» E39, которая выпускалась до 2003 года. Даже в таком варианте на начало 2000-х годов этот двигатель обладал самой высокой удельной мощностью среди всех выпускаемых дизелей. Двигатель претерпел две модернизации, получил топливную систему Common Rail и начал развивать мощность до 163 лошадиных сил. Мы сейчас разберем именно такой двигатель. И нам его совсем не жалко, потому что прошлый владелец в нем разбил поддон. Итак, перед нами модернизированный двигатель M47TU-D20, который дебютировал в конце 2001 года на BMW X3. Рабочий объем этого двигателя по сравнению с первоначальным вариантом увеличен на 44 кубика за счет увеличения хода поршней. Степень сжатия снизилась с 19 до 17, и в отпускном коллекторе поселились заслонки, о которых мы вам расскажем чуть позже. В общем, у этого двигателя косяков немного, но есть одна смертельная особенность, которую мы можем увидеть на моторах, которые привезены из Европы. Это вихревые заслонки. На двигателях, которые были оборудованы топливными насосами WP44, их не было в принципе. Они появились на модернизированных двигателях, которые выпускались с 2001 года. Заслонки получились хлипкими. Они крепятся к шпинделю двумя винтами. Винты ненадежные, шпиндели тоже. Заслонки срываются, они попадают между поршнями и клапанами, повреждая их, также повреждая ГБЦ, и нередко повреждают турбину осколками, которые летят дальше. Эта проблема проявилась быстро и масштабно. И уже в 2004 году инженеры BMW попытались ее решить. Они усилили винты и шпиндели. Но лучше всего эта проблема решается удалением заслонок, потому что это никак не влияет на производительность двигателя. И даже в Европе эти заслонки удаляют, но нам посчастливилось увидеть изначальное состояние. Обратите внимание на клапан EGR. Здесь он простой, без так называемой дроссельной заслонки. И именно потому что он простой, он не доставляет никаких проблем на этих моторах. Но никто не мешает его просто отключить. Наш двигатель в данном случае без форсунок, но так как в «АвтоСтронг-М» есть все, мы нашли форсунки на наш двигатель. И что примечательно, все они тестированные. К каждой форсунке прилагается тест-план. И поэтому покупая такие форсунки, вы можете сразу ставить их на ваш двигатель и быть абсолютно спокойными. Топливная система Bosch ходит отлично, но нарекания может вызывать регулятор давления топлива. Задача этого регулятора через вот этот канал – стравливать лишнее давление топлива в обратку. И если он стравливает очень много топлива, то мотор плохо заводится. Еще один регулятор стоит на топливном насосе. Если мотор плохо заводится, то можно попробовать его снять и на этом регуляторе прочистить сеточку. Свечи накаливания здесь управляются не просто реле, а умным блоком. К сожалению, он долго не ходит. Здесь плавятся туго плавки и предохранители, контакты, и этот блок приходится менять. Это теплообменник с корпусом масляного фильтра. Теплообменник служит для того, чтобы охлаждать фильтрующееся масло. Здесь мы видим сложную прокладку, которая со временем стареет, ужимается, и тогда масло может контактировать с антифризом. Это ролик натяжителя ручкового ремня. Вот эта штанга проходит через вот это отверстие. В это отверстие запрессована втулка. Со временем эта втулка разбивается, и тогда ролик перекашивается. Либо штанга может просто заклинить, либо закорить в этой втулке. На всех двигателях М47 используется один турбокомпрессор Garret с изменяемой геометрией. Сначала с вакуумным актуатором, а потом с электронным приводом штока. С нашего мотора была снята турбина, но так как у нас на складе есть все, мы нашли такую турбину, как стоял на нашем моторе. Она с электронным актуатором. Турбокомпрессоры служат нормально, у них хороший ресурс. Главное менять масло вовремя, либо с уменьшенными интервалами. На дорестайлинговых моторах М47 в турбокомпрессорах пропадал вакуум из-за перетирания трубок. В этом плане можно сказать, что турбины с электронным актуатором надежнее. По состоянию эта турбина без люфтов. Она сухая и выглядит отлично. Это сапун системы вентиляции картерных газов. Здесь стоит фильтр, он загрязняется парами масла и закупоривает работы всей системы. Кстати, на моторе, который приехал из Европы, мы его здесь не видим. Итак, заглянем внутрь и сразу видим, что владелец здесь не заморачивался по поводу своевременной замены масла. Под клапанной крышкой мы видим обильный, но не густой налет моторного масла. И на кулачках распредвала присутствует минимальный износ в виде бороздок, которые только видны глазу, но на ощупь они не ощущаются. Здесь привод клапанов с гидрокомпенсаторами и привод ГРМ с цепью. Сейчас мы до нее доберемся. Здесь вакуумный насос приводится в движение от выпускного распредвала. Здесь есть небольшая прокладка, которая стареет и затем начинает пропускать масло. И масло сочится вот сюда по крышке. Это демпферный шкив коленвала. Оригинальный шкив коленвала ходит 100-150 тысяч километров. В чем проблема? Отслаивается либо трескается резина. Бытует мнение, что неоригинальные шкивы ходят по 30 тысяч километров. Напишите в комментариях, если вы сталкивались с такой проблемой. Вот пробитый поддон нашего двигателя. И здесь на дне мы видим какие-то металлические сгустки. И надо полагать, что это остатки наших вкладышей. Впрочем, скоро мы должны в этом убедиться. Вот как раз привод ГРМ. Здесь две цепи, одна приводит в движение топливный насос, вторая впускной распредвал. Цепи ходят хорошо, примерно 300 тысяч километров и в замене не нуждаются. И здесь мы видим последствия хренового обслуживания. На двух опорах масляные каналы забились, смазка прекратилась и постель распредвала задралась. Это же мы наблюдаем и на шейках распредвалов. Итого, впускной распредвал у нас пострадал, а вот со смазкой выпускного проблем не было. Субтитры сделал DimaTorzok Так, тут вроде как не беды. Слышишь? Слышу. Я слышу. Несмотря на удручающее состояние головки блока, в цилиндрах у нас все идеально. Но при прокручивании мы слышим нехарактерный стук. Сейчас доберемся до коленвала и посмотрим, может там вкладышем. Может там вкладышем. Это модуль балансировочных валов. Он служит для того, чтобы гасить вибрации четырехцилиндрового дизеля. Здесь мы видим большой след от удара. Но примечательно то, что на движущихся частях нашего двигателя никаких отметин нет. Значит, это было в прошлой жизни нашего мотора. Даже не снимая поршней коленвала, мы нашли источник этого стука. Непонятно, что там со вкладышами. И вот из-за чего мы слышали этот стук. Наши вкладыши задрала и провернула. Судя по всему, когда пробили поддон, масло вылилось, двигатель заглушили не сразу и мы получили масляное голодание. А, как мы знаем, на сухую это плохо. По состоянию поршней кольцам у нас претензий нет, но настораживает полное отсутствие графитового напыления и на уцелевших вкладышах следы сильнейшего масляного голодания. И само собой мы наблюдаем гибель коренных вкладышей. На них сильнейшие задиры. Коренные и шатунные вкладыши призваны оберегать от износа дорогостоящие детали двигателя. Поэтому износ шейк коленвала не такой сильный, как может показаться, но первую шейку уже ничего не спасет. Сегодня у нас получилась очень интересная разборка, потому что мы показали, что случается с двигателем, когда происходит внезапное масляное голодание. И как мы видим, надежный двигатель можно убить халатным отношением. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить большой палец вверх. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие и качественные запчасти. Помните, с вами была компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».